Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 18, вопрос 3188. Проходит время, и так ли всё идёт, как вы писали, в характеристиках про детей, или они лучше делаются? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Некоторых теряем из виду сразу же, иных случайно встречаем при благовестии в городе. Но лучше почти никто не становится. Вот одна из характеристик ребёнку, с матерью которого сохраняем добрые отношения. Сын совершенно сбился с пути. Научился самым отвратительным грехам. Максим 10 лет. В нашем лагере Стани уже второй год, но изменений в лучшую сторону не видно. А похоже, что стал ещё вреднее. Благодаря своей хитрости, изворотливости и лживости редко попадается. Сообразительный, умный на зло, ужасный эгоист и притом весьма злобный. Ленивый, порученную работу старается переложить на другого. Но при желании может работать и сделать дело хорошо, если это несёт ему выгоду. Очень наглый старших ставит ни во что, даже если это и мать родная. Мать попросила его во время обеда поводиться с его младшим братом Кириллом. И Максим разнёс все нравственные установки в душе. Стал кричать на мать и с искажённым яростью лицом стал ей угрожать, довязь слезами. Я всё папе расскажу про тебя. Никогда раньше мне не приходилось видеть такое демонское ожесточение против матери. Людей не стыдится, истерику закатил при всех. Злобность не уходила из него в течение долгого времени. Прокудливый, злопамятный и мстительный. Видно, что по-серьёзному ещё не битый. В своём кругу авторитетом не пользуется. Гордый очень. Веры в Бога вообще, как показывает дело, нет в нём. Самохотение во всём. Умри, а мне положи. Настоящим другом никому быть не может, так как на это не способен. Обречён на злобное одиночество. Завислев и великий жалобщик. Перспектива в будущем уголовщина, если не обратиться к Богу. И рано умрёт, ибо не чтит мать, которая с ним обходится, как ангел. Хам настоящий и полный. Максиму отказано приезжать к нам в лагерь. Но если привезёт от родителей и от священника хорошие ходатайства и характеристики, тогда снова будет поставлен вопрос о его принятии на лето в наш лагерь Стан. Брат его Витя, семилетний, очень отличается от своего старшего брата. Ласковый, добрый, открытый, очень подвижный, ещё послушной матери. Из него сейчас можно лепить, что захочешь. Любит жаловаться на других. Есть опасения, что Максим может дурно влиять на Витю. И даже может сгубить его. Начальник лагеря Астана Лапкин Игнатий Тихонович, старший воспитатель Приходько Наталья, 11 июля 2004 года. Сирахова, 41 глава, 8 стих. Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с нечестивыми. Иова, 15 глава, 30 стих. Не уйдёт от тьмы. Отрасли его и сушит пламя, и дуновением уст своих увлечёт его. Не хватит времени минуты рассмотреть те, из которых жизнь слеплялась долго, дабы ошибок не наворочить впредь, иначе всё окажется бестолку. А рано или поздно, но придётся итог подбить и подвести черту. Не забывать, что здесь мы только гости. Вот-вот окажемся в назначенном порту. И не минуты, не часы и дни, а, в общем, жизненное общее пространство. Чем заполнял, что в памяти соднит, что на слуху и в записи прекрасно. Свой опыт безошибочным не славить. Но проверять библейскими строками, в конце мы овцами окажемся, козлами, непокоривыми, с идейными рогами. И горе нам, когда нас все восхвалят, нормально, если множество врагов. Быть у епископа не в чести, а в опале. Быть многократно битым жезлом острогой. Где более всего печаль крутила, ломали и корёжили нас беды. В конце окажется лекарством яд рептилий. Тьма гористей полоской станет светлой. Нам главное безропотно принять, неспосланное свыше вразумление. Наградой выйдут тысячи торнат. Тьма прояснится, от которой слепнут. Итог безделью. В скуке и кручине выносит приговор божественное слово. Задумаемся крепко, лоб морщиня. Угодны ли таковы и егове? Обида, горечи на самих себя за время, Так истраченная дурно. Дни невозвратные в нас жалостью скорбят, Когда пропьем, проблудим и прокурим. 2 августа 2006 года. Игла.